Как-то ВКонтакте получаю сообщение с предложением подарить неначальные колонии мурашей. Предложение поступило от известного многим Валерия Цыганова под ником Магавк. Я неоднократно говорил на своих стримах, что род компонутус мне почему-то не очень интересен. Поэтому от предложенных кампиков я отказался. А вот и лаудаты показались мне более интересными. Всем привет друзья. Этот вид полярахисов многим отличается от знакомых многим Дивисов или Дависов. Во-первых, у лаудат гораздо меньше размеры колонии в десятки раз. А это значит, что им не нужно много места. Во-вторых, они гораздо социальнее и не устраивают массовых репрессий среди своих сородочей. Ну и в-третьих, они практически не строят все муравейники с помощью паутины, выделяемой личинками. Нет, личинки конечно также имеют такое свойство, но вот пользуются ним лишь для выстилания внутри муравейника и то редко, но и постройки различных перегородок. А селятся они уже в готовых полостях деревьев, расселин или же просто в земле. И конечно, я согласился взять этот вид. Кстати, Валера, еще раз тебе спасибо. Колонию я получил в виде матки и семи рабочих. К слову, Валера подкидывал этой матке коконы от второй колонии, так как матка была без рабочих. Это, конечно, существенно ускорило развитие. Да, забыл еще упомянуть. Этот вид отличается крайне медленными темпами развития колонии. Из обычного инкубатора семейку я переселил в знакомый вам уже инкубатор с гипсом вместо ватки и наполнителем из песка вместо воды. Естественно, песок увлажняется и он же служит накопителем и дозатором влаги. Вот там они и жили по сей день. Начал я задумываться о переселении, когда они начали мусор затаскивать вовнутрь инкубатора и городить из него заграждение на входе. Но я-то уж знаю, мусор плюс влажность равно клещи. Вот такой вид прибыла пробирка, ни сфотографировать, ни снять на видео уже не получается. Конденсат, мусор, совершенно ничего толком не видно. Переселить их хотелось, опять же, в некое подобие ландшафтника, но клеить стекло как-то не хотелось. На помощь пришла арена, которую я когда-то делал для лазиусов, и после их переселения она так и стояла, задвинутая на полке. Там даже переделывать ничего не пришлось. Задний фон я закрою картинкой. Вот у меня осталась старая. Для понимания поставлю ее, но в конечном варианте будет другая. Также нужна поилка. Ее я соорудил из стройника, колпачка от иголки со шприца, ну и из самого шприца. Думаю, поймете, сложного ничего нет. Камеры же я тоже взял готовые. Я как-то наделал много таких для маленьких арен. Там, собственно, как видно, одна большая камера и вторая гораздо меньше. На первое время хватит, а в дальнейшем я изготовлю им что-нибудь из дерева или же бамбука. В качестве грунта я взял декор-микс. Купить его можно у нас в магазине. В составе микса есть ольховая щепа, кора лиственных деревьев, древесный уголь, кокосовое волокно и мост с фаном. Что из этого понадобится им при строительстве, мне самому интересно. Снизу на крышке я приклеил полоску светодиодной ленты. С ней этот пейзажик выглядит еще более привлекательным. Давайте включим. Неплохо, правда ли? Да. В любом объеме можно создать частичку природы. Хоть и искусственную, но все же более радующий взгляд, чем однотипные акриловые коробки. Я не стал подключать пробирку через трубочки, а сразу засунул ее внутрь. Она как раз впритык туда помещается. И вот ватка убрана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok За весь день рабочие так и не осмелились надолго покинуть пробирку. Несколько выходили следовать арену, но сразу возвращались. Ну да и мне спешить некуда. Пусть осваиваются. А мы с вами еще обязательно к ним вернемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok